МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика об актуальных новостях региона. Расскажут мои коллеги и я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Берегись автомобиля. В Чубаксарах увеличилось количество наездов на пешеходов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чистый двор, уютный город. В столице Чувашии продолжается благоустройство дворовых территорий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В свете рампы народная артистка Чувашской АССР Анна Кутузова отпраздновала юбилей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня кабинет министров Чувашии установил величину прожиточного минимума. По итогам третьего квартала его размер составил 9285 рублей. Этот показатель отражается на социальных выплатах. По данным Министерства труда, республики прожиточный минимум уменьшился на 253 рубля. Это снижение в ведомстве называют сезонным. В третьем квартале сократились расходы на продукты, входящие в состав потребительской корзины. Потребительская корзина состоит из 42 наименований продуктов питания. По социально-демографическим группам величина прожиточного минимума составила 9875 рублей для трудоспособного населения, для пенсионеров 7576 рублей, для детей 9254 рубля. Самое большое снижение произошло у нас, если сравнивать субъекты приложения федерального округа, это республика Мариел минус 352, Нижегородская область минус 288, 288, самое низкое – это Самара и Татарстан. Завтра в 13 часов на национальном телевидении Чувашии начнется прямая линия главы республики Михаила Игнатьева. Каждый житель республики может задать вопрос главе Чувашии. Звонки будут приниматься по телефону 56-5100 до окончания прямой линии. Вопросы можно оставить и в электронном виде на портале органов власти. Как в муниципалитетах решается проблема с бродячими животными? Главный ветеринарный инспектор будет теперь отчитываться каждый месяц. Проблему обсудили на очередном заседании Кабинета министров. За последнее время число тревожных сообщений о нападении собак на людей увеличилось. Такие снимки регулярно публикуют информационные порталы. Вот недавнее фото от жителя Новоюжного района столицы. Стая собак облюбовала пустырь возле домов. А это видеокадры из архива нашего телеканала. Бродячие псы запугали обитателей частного сектора Чебоксара. В ветеринарную службу республики поступает сотни тревожных звонков. В этом году уже отловлено 1954 головы безнадзорных животных. Но немало собак продолжают бродить по улицам. Ветеринарная служба должна принимать меры. Такую задачу обозначил прокурор. На отлов беспризорных животных в бюджете региона уже заложили необходимые суммы. Нам тысячу отловлено и так далее. Все, которые бегают, плохо ухожены и так далее, должны быть там, где они должны быть. И содержаться так, как должно быть содержаться. А сколько еще без хозяев или хозяева есть, просто не занимаются, соответственно, значит, вон около контейнеров ищут пищу, еду и всякую заразу еще разносят. Сколько расчетно? Про все данные, которые муниципальные образования вам, Светельна, не колес. Расчетно еще 1981 голову. На повестке дня и другие темы. Подводя итоги работы ветеринарной службы, глава республики поручил взыскивать неоплаченные штрафы. Просрочно более 100 тысяч. Когда взыщете до конца? Иначе у вас все это превращается в макулатуру. Вы выписываете, а те, которые должны платить, не платят и чувствуют безнаказанность. Вы должны работать, вы же не секретарь. Взыскать задолженность в ведомстве намерены до конца года. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Игорь Зверев. Республика. В отделе ГИБДД по городу Чебоксары всерьез обеспокоены ростом количества наездов на пешеходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра выросла почти на 12%. Ситуацию на дорогах традиционно характеризуют цифры. Одна страшнее другой. 40% всех ДТП – наезды на пешеходов. За 10 месяцев этого года в Чебоксарах зарегистрировано 173 таких случая, в результате которых погибли 5 человек. Нас беспокоит тот факт, что в Чебоксарах на 30% увеличилось число наездов вне пешеходных переходов, то есть по вине самих пешеходов. Множество причин заставляет даже взрослых людей пренебрегать правилами дорожного движения. Для профилактики подобных нарушений, которые могут повлечь за собой печальные последствия, отдел ГИБДД регулярно проводит в городе рейд пешеходный переход. По данным статистики, основная часть наездов на пешеходов происходит с 18 до 21 часа. Только за вчерашний день в Чебоксарах произошло 3 ДТП с участием пешеходов, и все как раз в темное время суток. ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на всех видах переходов. Пешеходам же настоятельно рекомендуют быть особенно бдительными на плохо освещенных участках. А лучше всего использовать светоотражающие элементы. Богдана Дойникова, Республика. Героиня Шекспира, Шиллера, Толстого. За десятки лет в Чувашском драматическом театре Анна Кутузова сыграла более 10 главных ролей. На днях народной артистке Чувашской АССР исполнилось 85 лет. Анна Кутузова родилась в деревне Пайки в Урнарского района. Хотела стать врачом, но желание выступать на сцене привело молодую девушку сначала в Институт театрального искусства имени Луначарского, а затем и на театральные подмостки. Нутро у меня такое. Нутро у меня. Вы рождены для театра. Вот мне зовет душа. Думаю, как это я где-то могу. Нигде не могу учиться. У меня не получается. Душа театра, как сказать, сцену любила. Кого-то изображать. Кого-то. Всегда пела я. Одной из немногих Ане Николаевне удавались как женские, так и мужские роли. Например, в постановке «Трудовой хлеб» по пьесе Островского она сыграла Наташу, а в «Черном хлебе» по пьесе Льбекова – Тимрука. Но самой имениннице больше всего запомнилась роль девочки Барбы из постановки «Вей ветерок» по пьесе латвийского поэта. Актриса Нина Григорьева проработала с Анной Кутузовой на одной сцене более 40 лет. Говорит, что проникновенная игра Анны Николаевны всегда вызывала восхищение. В наш пи я играла, а вот в конце она маленькой массовки играла. Вот точку этого спектакля она ставила. Она так красиво пела, она так, как вам сказать, закончился спектакль. Она так поставила точку. Зрители ревели. Актерская профессия матери совершенно неожиданным образом повлияла на судьбу ее сына Сергея. Сейчас я ходила в театр, мама меня с собой брала на репетиции, на спектакли. Там тоже были постановки связаны с Великой Отечественной войной, с Гражданской войной. Тоже мне как-то захотелось стать офицером, стать военным. Поэтому я поступил в высшее военное училище, потом служил в вооруженных силах. Анна Кутузова ушла со сцены 15 лет назад. Она по-прежнему приходит в театр как к себе домой. Здесь ее помнят и любят. Ольга Алексеева, Алексей Зойтиков, Борис Андреев, Республика. Чемпионка мира Анжелика Сидорова и ее наставник Светлана Абрамова номинированы на национальную премию Минспорта России. Министерство вместе с болельщиками и экспертами подводит итоги и называют лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей будут отмечены спортсмены, тренеры, представители средств массовой информации. Также определяются лучшие спортивные сооружения и субъекты федерации, благодаря которым спорт в России становится популярным и привлекает внимание миллионов людей. Народное голосование за номинантов премии начнется завтра, 15 ноября, на официальном сайте Национальной спортивной премии. Имена победителей объявят на торжественной церемонии 12 декабря. Это все новости среды. Впереди вас ждет блок полезной информации. Я с вами прощаюсь. До завтра. Дубленки, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. Ярмарка «Ермак» в Чебоксарах готова к зимним холодам. Мы привезли новую зимнюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно удивит вас своим ассортиментом. Более 5000 номинований курток, пуховиков, дубленок, пальто премиум класса. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. В коллекции «Зима-2019» большое разнообразие дубленок. В этом году у нас поступило большое количество дубленок. Дубленки из искусственного материала, декоративного искусственного материала с лазерной обработкой. Дубленки украшены натуральными мехами, очень приятные и мягкие на ощупь. Приходите. Оптовые цены и широкий размерный ряд – весомые преимущества ярмарки «Ермак». Например, осеннюю куртку можно купить всего за 2480 рублей, а теплую зимнюю – за 3700. Пришла в магазин «Ермак» купить куртку. Нашла себе подходящую, очень красивую, элегантную, весена приемлемая. Валентина Моисеева на ярмарку приехала из Новочебоксарска. В итоге куртку купила и себе, и мужу. Приехали из Новочебоксарска купить себе верхнюю одежду. Очень понравилось в «Ермаке» нам. Одежда очень удобная, молодежная. И всегда цвета красивые и фасоны красивые. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49.